Отработанные четкие действия. Технология отточена не одним десятком лет. В стерильный пакет набрать воды, поместить туда товар, упаковать, потом в коробку. Через два часа все будет уже в самолете. Фирма гарантирует, что в таких условиях аквариумные рыбки комфортно просуществуют 24 часа. На случай форс-мажора 72. Рыбы как товар. А его хороший продавец подает в лучшем виде. У нас здесь, скажем так, немножко больше 350 аквариумов. Обычно здесь содержится от 200 до 700 тысяч аквариумных рыбок. Отсюда из подмосковного склада близ деревни Коробова маленьких декоративных обитателей воды отправляют по всему свету. В основном по России и странам СНГ. Впрочем, компания Наташа Энда Белов единственная из отечественных, которая может констатировать. Их рыбы приземлялись и в Соединенных Штатах, и в Австралии. Андрей Белов в рыбном вопросе, как рыба в воде. Любая аквариумная рыбка, она уже сама по себе очень необычна. Потому что за каждой из этих рыбок стоит история. Ну вот, скажем, вот золотые рыбки, да? То есть этих рыбок мы искусственно выводили из обыкновенного карася на протяжении полутора тысяч лет. До тех пор, пока они не приняли вот эти свои чудесные такие вот причудливые формы. Директор компании, которая занимается оптовыми поставками рыб, по большей части воспринимает рыб как груз. Но знания в области аквариумного дела так глубоки, что не всякая рыба доплывет до их дна. Это маловийские цихлиды. И абсолютно точно знают, что они рожают живых мальков прямо изо рта. Интересно еще другое. Половой деморфизм. Самцы, как правило, окрашены значительно ярче, а вот самочки такие более серенькие. Берем группку из 10 рыб и понимаем, да, что там один самец очень ярко окрашенный, доминирующий. Еще два самечика, которые такие у него в подчинении на подхвате. Но если мы уберем этих доминирующих самцов и оставим только самочек, буквально через пару недель одна из рыбок начнет окрашиваться, соответственно, перерождаться в самца. Энциклопедия в голове у хозяина аквариумного склада практически о каждом обитателе. И это, безусловно, не бизнес, а любовь. Родом из детства, из самого первого своего домашнего домика для рыбок. А вот когда увлечение с детства становится бизнесом, промашек практически не бывает. Кому, когда и какие именно нужны рыбы сегодня в стране лучше, чем Андрей, знает кто-то вряд ли. Самые популярные рыбы, конечно же, золотые. В сезонах продается порядка полумиллиона. И такая рыбка действительно может исполнить желание. На нее можно и дом построить, и машину купить. Крошечные рыбки способны прокормить, если их количественные масштабы промышленные. И тогда это очень сложная структура. Проверенные поставщики, точные сроки карантина, самые опытные рыбоводы и их теопатологи. Справиться с полумиллионным хозяйством прихотливых питомцев – дело хитрое. Мы справляемся с этим отлично, потому что это для вас аквариумные рыбки, которых вы заводите в аквариуме. А для нас это товар с особыми условиями хранения. Здесь не только правильно подобранная температура или корм. Вода для каждого вида рыб разная. Скажем, рыбы из Восточной Африки, озера Малави-Танганика требуют щелочной, то есть такой жесткой, мылящейся щелочной воды. Рыбы из бассейна Амазонки или Юго-Восточной Азии, водичка наоборот мягкая и кислая, такая еще подторфованная чуть-чуть. Оптимальные условия – залог здоровья и как следствие успеха. На вопрос, сколько рыбок не доплывает до зоомагазинов, Андрей Подумов сообщил – 1%. 99% разлетаются по планете как товар, как бизнес, как груз, а еще как любовь и символ исполнения желаний. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.